Сайд Нурмагомедов Также я запишу там разбор всего турнира СА, который на этой неделе пройдет Так что, ну я не знаю когда, если не сейчас Собственно, Нурмагомедов против Кахрамонова Очень интересный бой Ну я думаю, если вы немножко следите за медиа, скажем так, бойцов Вы видите, что тут уже раскрутка от Кахрамонова начинается Какие-то, ну вот честно, откровенно, да, мое субъективное мнение Какие-то абсолютно нелепые оскорбления в сторону Саида Нурмагомедова За что, почему, зачем ты это делаешь, да, зачем ты его обзываешь Непонятно Ну, так или иначе, Кахрамонов раскручивает поединок Ну тоже, опять же, правда в его словах, конечно, есть, да Что бои нужно раскручивать Нужно привлекать к ним внимание И это им позволяет зарабатывать больше Большие зарплаты, большие деньги, да Это очень важно Потому что, как ни крути, все-таки в ММА И конкретно в UFC элемент шоу тоже не на последнем месте Да, какая-то правда в этом есть Но, тем не менее, знаете, такое странновато смотрится Все равно этот наезд на Саида, да, со стороны Кахрамонова Так или иначе, Саид Нурмагомедов В UFC у него все очень неплохо Только одно поражение от Рауни Барселоса И то это был близкий бой И то это был сложный, да, такой бой для обоих Рауни там все пытался бороть Немножко подустал Саид к третьему раунду Но Рауни, ну, почти что так и не смог его забороть Где-то он его держал, корпус, да, где-то прижимал Пытался переводить Но только в третьем там у него нормальные переводы уже получались Ну, так или иначе, помимо этого поражения нет Более того, мы видим, насколько опасным бойцом является Саид Нурмагомедов, да Причем в каждом аспекте боя То есть он уже нокаутировал ударом ногой в корпус, да Он нокаутировал ударом рукой в голову, да И накинул отличную гильотинку, ну, очень сложному и очень неудобному Коди Стамману Ну, типа, мы понимаем, что этот человек опасен в каждом аспекте боя В крайней поединке он бился с Дугласом Силовой до Андрада Опять же, показал, насколько он хорош Прошел весь поединок, да, всю дистанцию, все три раунда Потому что, наверное, некоторые вопросы к этому были Ведь с Когенцем, где было три раунда, был сплит С Барселосом, где было три раунда, он проиграл А остальные бои у него были финиш первым Поэтому некоторые вопросики имелись Ну, вот, Андрада он прошел Очень, конечно, хорош в ударной технике Саид Нурмагомедов Ну, что здесь и говорить Ну, действительно классный, такой, знаете, необычный, разнообразный Такой нестандартный, ну, сложный, сложный соперник И, опять же, борьба присутствует И его побороть все-таки сложно Да, это делать можно, но это сложно Ну, с Кардио некоторые проблемки все-таки есть Это надо понимать Кахрамонов тоже боец очень непростой, да Залетел в UFC две победы подряд Но не все так просто, да С Тревеном Джонсом был сложный бой Как я считаю, Кахрамонов этот бой, скорее всего, проигрывал Ну, как мне это кажется, да Но Тревен Джонс попался в гильотину Опять же, молодец, честь и хвала Кахрамонову Просто красавчик вытянул, вытащил Финиш, вообще классно И в крайнем бою он залежал Ронни Лоуренса Это было неожиданно, да Кахрамонов там, если я не ошибаюсь, андердогом был Ронни Лоуренс, это сам борец Сам такой приставучий Сам любящий там пятьсот и дауна в бою провести И просто Кахрамонов выходит, говорит Это ты здесь борец? Сейчас я тебе покажу, да Ну, на самом деле, неожиданно, да Для меня было неожиданно Отличная работа У Кахрамонова есть тоже с кардио проблемки Это нужно понимать Было у него поражение от Умара Нурмагомедова Ну, тоже, наверное, не стоит это считать И вот было поражение от Пайпа Варгаса Не знаю, как это правильно читается, честно вам скажу Пипи, блядь, Варгас или Пайп Варгас Ну, короче, вот это Варгас, да Он там в свое время рассматривался во второсортных организациях Как такой проспект, да Но вот так у него не запустилась карьера И вот Кахрамонов проиграл ему, да Каким образом конкретно он ему проиграл А именно из-за кардио То есть он вышел поборол Вроде все получалось По кардио кончился Улетел в нокаут Нужно понимать, что с кардио, конечно, проблемки присутствуют тоже Как и у Саида в моем понимании Что касается коэффициентов на этот бой КФ очень близкие, да Прям небольшим мизерным фаворитом идет Саид И небольшим мизерным андердогом идет Садьё Куб Слушайте, у меня здесь вопросов к КФ в принципе нет Я считаю, что чуть больше шансов у Саида Нурмагомедова И опять же Я считаю, что защищаться от борьбы он, скорее всего, сможет В моем понимании Более того, он может быть и сам где-то сможет побороться Если, конечно, захочет Но я думаю, что в ударной технике Саид Нурмагомедов будет посерьезнее Действительно, вот это его разнообразие Да, вот его нестандартность Она, конечно, я думаю, на руку ему сыграет Он весьма техничный, весьма классный боец В ударке, да Я думаю, что в этом аспекте он будет лучше По кардио не могу никому-то отдать преимущество Но и опять же Чисто мое субъективное мнение Я хочу поболеть за Саида Очень зрелищный, очень классный боец Желаю ему удачи И, конечно же, как и всегда Как и в каждом бою Мне хочется здесь увидеть зрелищный бой, ребятки Ну, а вы всегда можете написать в комментариях Кого вы видите победителем в этом бою Как именно Это тоже, конечно же, интересно За кого будете болеть Субтитры сделал DimaTorzok